здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые любители хоккея перед новогодними праздниками по традиции стартует в швейцарии в давосе кубок шпенглера мне вот второй день турнира и мы с вами переносимся как раз сейчас самое пекло событий потому что сегодня стартует еще один на представитель континентальной хоккейной лиги в этом турнире вслед за автомобилистом сегодня вступает в борьбу финский йокерит и мне сегодня соперником команды эрки вестер лунда будет немецкий адлер мангейм и меня вместе с вами за ходом этого матча будет наблюдать дуэт комментаторов олег масалев и кирилл корнилов здравствуйте уважаемые телезрители и да действительно второй игровой день кубки шпенглера группа тариани в которой участвует луга на мангейм и йокерит йокерит сегодня стартует для мангейма это уже второй матч вчера мангейм играл против хоккейного клуба лугана который представляет швейцарский чемпионат и проиграл со счетом 3 6 хотя по ходу матча вел 3-0 вот такие действительно неожиданные может где-то результаты вот такие перевертыши сразу же на кубке шпенглера скажем что в группе катине стартовал екатеринбургский автомобилист и в упорной борьбе в первом матче екатеринбуржцы уступили сборной канаде со счетом 1 2 также сегодня поздно вечером автомобилист будет играть с хозяином турнира хоккейным клубом давос который чаще всех становился победителем этого турнира но хозяева турнира понятное дело что хоть и рождественский хоть и по сути товарищеский турнир но выиграть его каждой команде я считаю престижно тем более что это самый старый европейский турнир в истории хоккея с 1923 года проводится кубок шпенглера и по-моему только раза два или три он не проводился в связи с войнами там против сороковых года там два года он не проводился а в остальное время до команды приезжают сюда с удовольствием и запасаются хорошим настроением и вот на представляют сейчас арбитров сегодняшнего матча но и действительно финский йокер который сейчас в общем-то в континентальной хоккейной лиге набрал очень неплохой ход и мне сейчас в общем-то декабрь закончил очень здорово пять побед подряд то в континентальной хоккейной лиги у команды эрки вестерлунда поэтому прекрасном настроении отправились на этот турнир финны ну и вот и сегодня нам показывают сейчас как готовится кисто йокерита к началу матча рико хелениус сегодня на последнем рубеже у йокерита хенри карлсон остался в запасе которые чаще играют континентальной хоккейной лиги за йокерит ну и также сейчас представим вам и дальше состав йокерита ну и нам также показали галкипера дениса эндроса именно он сегодня будет защищать ворота немецкой команды адлер манге им да денис эндрос я напомню что должен быть известен российскому болельщику именно он остановил сборную россии на чемпионате мира 2011 года именно тогда немецкая сборная обыграла сборную россии со счетом 2-0 да действительно достаточно опытный галкипера тут на ничего не скажешь но вот неудачно адлер провел первый матч уступили 36 они хоккейному клубу лугана как мы уже говорили вели по ходу матч 30 а грех айронта главный тренер адлера ну и вот пожалуйста мне рк вестер лунт а вот кстати перед матчами в континентальной хоккейной лиге не часто увидишь когда перед матчем рк вестер лунт улыбается но мы с тобой уже говорили о том что такое все-таки товарищеский статус турнира и тут наверное рк вестер лунт расслабился но я не естественно естественно опять же если обратить внимание на то как одеты тренеры команд то есть никаких официальных прикидов нету ни костюмов не галстук не галстуков так в клубную курточку в клубный костюм спортивный поэтому в любом не в любом случае как бы йокерит он будет играть на победу я думаю что ни одна команда не снимала с себя этой задачи выиграть турнир но при этом я думаю прежде всего команды сюда едут и за рождественским и новогодним настроением ну да действительно сегодня вы видите практически полна коробочка здесь на арене где проходят турнир домашняя арена хоккейного клуба давоса виланд арена ну и напомним вам быстро регламент турнира группа три они и катине согласно регламентам победителей каждый групп выходит напрямую в полуфинал а команды заняющие второе и третье место приведут еще и матч четверть финала ну стартовал наш матч и меня первая тройка нападения у йокерита вот где следующим образом 12 паскаль пелетье на 93 5 реген и 50 юхамати алтанин и первая пара оборонцев еспер йенсен 44 филипп ларсен 36 мартин бушвайзер сейчас получает травму в борьбе с игроком йокерита это еспер йенсен его толкнул и очень неудачно аборт ударился немецкий игрок неприятная конечно травма неприятное столкновение прямо на старте встречи но ничего вроде бы сам поднялся я думаю сейчас врачи приведут в чувство и он продолжит еще раз мы видим мощный силовой прием от эспера йенсена и а действительно тут сейчас не может до конца бушвайзер подняться со льда и вот сразу же в первой смене у нас такой такой что серьезное потрясение во всех смыслах ну да опять же ну скажем так это чистая борьба была борьба за шайбу просто не не очень удачно упал приземлился но мы видим сам поднимается сам едет и я думаю что не возникает вопрос в том продолжит ли он встречу или нет аплодирует нападающему немецкой команды и мне сейчас должна игра быть продолжена сегодня стартует в этом турнире финские йокерита ну и в случае поражения в общем-то тяжело наверное будет вот так прежде всего психологически рассчитывать на победу в турнире адлер ну вот мы уже кстати сказали о том что йокерит в хорошем настроении сейчас состоит опять же пять побед подряд континентальной хоккейной лиги однако же у адлера дела встают совершенно иначе команда идет на шестом месте в немецком чемпионате казалось бы довольно неплохой результат но в декабре немцы не одержали ни одной победы в своем чемпионате то есть 8 поражений подряд и уже одно поражение на кубке шпенглера то есть 9 поражений подряд за один месяц и вот конечно сегодня по крайней мере на бумаге мы наверное можем говорить что йокерит это фаворит этого матча и вот так сейчас посмотрите очень активно атакуют а хоккеисты фенской команды давайте вам мы дальше будем представлять состав йокерита прежде всего вторая тройка нападений ери салинин 76 10 тим кеннеди не так давно он в команде 51 брендан козом и вторая пара оборонцев 32 артур скулда и 47 вилле лавине ну и вот шайба часу эндерса в ловушке еще раз смотрим дальний такой наброс от синей линии очень хороший тот трафик как раз тим кеннеди делал перед галкипером но это не смутило эндерса тут вот уже мы видим это конечно стала шайба легкой добычи для галкипера адлера мангейма да артур скулдов просто набрасывал от синей линии опять же трафика перед воротами не было как в предыдущем моменте и денис эндерс спокойно забрал эту шайбу пытаются сейчас перейти в атаку вот показывали пятьдесят пятого номера форварда лёхана кайца у него кстати вот есть результативная передача вот первом матче одно очко он по системе гол плюс пас набрал ну и третье пятерка ум не гюкерита а никос какман девятый тридцать девятый ника капонин 25 пк ёрмака защитники третий пары топи якола номер 6 и дейн тот номер третий убрасывание сейчас около синей линии вот тут мы сейчас видим кайла уилсона 21 номер знакомым нам по выступлениям за клубы континентальной хоккейной лиги до зарежская динамо и челябинский трактор в общей сложности провел кайл 99 матчей набрал них если я не ошибаюсь он 39 очков но в общем то не самый плохой результат но вот так жалко что не дотянул до сотой игры континентальной хоккейной лиги я думаю что он даже об этом и не знал о том что следующий матч континентальной хоккейной лиги может стать сотом это точно вот в обратку посмотрите против ветерана капонина очень жестко играют немцы и назад делает передачу девятый номер никлас кагман и начинают сейчас свою атаку хоккеисты третьего звена заброс вперед и вот уже выходит четвертое звено тая рупе 19 номер тоже еще один новичок финского йокерит 13 5 реверта не на 14 томми мяки в тройка нападений защитники четвертой пары а ты ох там а и 22 ере снег а вот у нас первое удаление в сегодняшнем матче сейчас на две минуты отправиться на вот показывать седьмого номера синана агдага да агдаг тут явно не поправил сыграл да на пятачке и вполне заслуженные две минуты за атаку игрока не владеющего шайбы посмотрим как сейчас финский йокерит будет формате 5 на 4 разыгрывать большинство и мы видим сейчас хорошо сыграли кисты йокеритом на точке не дает по борту выбросить шайбу игрок финской команды паскальпелить ем и вот только сейчас немцам удается выбросить шайбу 15 пункта они отыграли в четвером и пока в общем то никакой работы естественно урика хелениуса нету да уже прошло практически три минуты вроде бы немного но в то же время практически все эти три минуты финны провели в зоне немцев вот очередная травма у нас да на льду вновь игрок немецкой команды это 14 номер вагнер вот сейчас такая музыка для вагнера очень неприятная но правда вот мы видим в обратку удаление уже у финской команды пека йормака удаленно на две минуты и поэтому сейчас формате 4 на 4 продолжится игра совсем немного времени прошло с начала матча а вот уже дважды игроки немецкого адлера оказывались на льду ну смотрим что же там произошло но тут по время во время падения задел он клюшкой лицо стивена вагнера и в результате две минуты и не долго музыка играла для йокерита так в общем то и не удалось вот тренер мангейма я так понимаю сигнализирует суде о том что вроде бы как кровь у игрока но судя по всему главный арбитр дал две минуты и вот сейчас опасный момент ворот рико келяниоса но там так и не бросили по воротам хоккеисты адлера хотя вот первая такая вылазка очень серьезный получилось наброс на ворота келяниоса продолжается позиционная атака адлера формате 4 на 4 очень резво сейчас немцы идут вперед и вот только сейчас хоккеисты йокерита шайбу отбирают но продолжают достаточно высоко встречать соперник хоккеисты адлера и вот затрудняют выход из зоны защитнику артур сукулде кулда пока шайбой неплохо сыграл налево по левому борту нет решил не идти вперед на обострение брендон козун видно видно за счет индивидуального мастерства сейчас на первых минутах этого матча стараются действовать хоккеисты финского йокерита да и вот кстати возвращаясь к составу адлера мангейма я бы пожалуй выделил еще одного известного российскому болельщику игрока это защитник стиви эмиджер который успел не так долго поиграть и играл в составе цискайк провел только 25 матчей сейчас очень мощно зарядил топе якола бросок то у него отменный мы все это прекрасно знаем именно эндрос хорошо сыграл отбил эту шайбу летела на ближний угол и вот уже немцы в полном составе еще 25 секунд есть у них теперь они в большинстве успеют ли за это время что-то сделать команда грега айронда отпускают от себя шайбу и конечно же спокойно выбрасывают ее от греха подальше хоккеисты финского йокерита и около пяти минут сыграли команды пока в матче йокерит адлер мангейм счет не открыт ноль-ноль но сейчас немцы в атаке сам себе на нахо пробрасывает эту шайбу брэндон и пытаются цепиться немцы в зоне атаки за кучу кудеска и отбирают все-таки шайбу соперника кисты йокерита хорошо действует своей зоне финны не давая практически ничего сделать немецкому коллективу немецким игрокам и достаточно неплохо обороняются прежде всего на пост по хворотам и я вот так вот и не вспомню пожалуй ни одного более или менее опасного броска поворотом реку хиллениуса тогда как поворотом дениса эндроса достаточно уже много опасных моментов было но сейчас осмелели нянцы мы помним такой был полумомент который так и не завершился броском но все-таки было достаточно жарко перед воротами хиллениуса но сейчас кисты йокерита замечены в контратаке но неудобная передача на юхомате алтанина не сумел 50 номер йокерита обработать шайбу и вот паскаль пелетье но говорили мы о том что пелетье тоже один из новичков йокерита перешел из-за лодиостовского адмирала также талая руппе из финского чемпионата пополнил команду и тим кеннеди из нефтехимик до пелете и кеннеди провели по одному матч пока но если тим кеннеди пока не успел отметиться какими-либо результативными действиями то паскаль пелетье в первом же матче за новую команду отдал одну результативную передачу и вот сейчас опять пелетье был очень активен на точке выигрывает йокерит свалили линейного арбитра в борьбе за шайбу и вот попытка быстрой контратаке немецкой команды бросок и принимает его на себя защитник вилле лаю не можем говорить о том что все-таки стараются на встречных курсах играть немцы до стараются но потихонечку потихонечку и немцы тоже просыпаются изначально было понятно что скорее всего более свежие финны они полетят вперед опять же на напомню что для йогерта это первый матч на турнире достаточно эмоциональный я думаю что энергозатратный вчера получился матч у мангейма и поэтому с первых минут финны захватили преимущество но сейчас адлер уже потихонечку просыпается и все ближе и ближе подходит к воротам реку хелениуса но это вот извечная тема да когда команда только стартует в турнире мы говорим о том что действительно более свежий может быть больше сил но кто-то наоборот находится в игровом тонусе и непонятно для какой команды что лучше но опять же не будем забывать что все-таки этот турнир проводится в швейцарии в горах скажем так высокогорье да и игроки по-разному могут опять же воспринимать и этот факт тоже нет акклиматизация своем роде тоже идет безусловно кул дэшайбэйм начинает йогерит атаку неплохо через короткий пас выходит из зоны опять вот за счет скорости передача на пятак а там не дали положите клюшку на лед никласу хагману но опять тут перехват центральной зоне неплохая может быть атаку йогерита бросок поворотом эндреса и успевают подставить клюшку защитники мангейма и набросал пека йорма к поворотам да хорошо сейчас пека йорма убирал этот бросок и смог вылезти вот на этот оперативный простор и только благодаря защитникам шайба пролетела выше попадив в створ ворот эндресу очень сложно было бы реагировать потому что все таки расстояние было скажем ну не не то чтобы убойным но достаточно близко до ворот было вот сейчас опять наброс такой от синей линии в исполнении защитника топи яколы но видел момент броска эндрес и поэтому спокойно поймал шайбу в ловушку надо повторить все убрасывания и опять лучший финны дальний бросок хорошо щиток на лед ставит эндрес но не хватает трафика пока под эти дальние броски и вот сейчас уже адлер мангейм идет вперед шайба был фишер заброс туда на заворота а вот передача как даже хелени уступит в игру а вот и он этот первый бросок створ ворот да только практически в середине периода акцентированный бросок по воротам случился в исполнении немцев но реку хелениус мы видим что не замерз спокойно среагировал на этот бросок и отвел угрозу сейчас опять атака очень быстро в касание и вроде бы не такой сильный был бросок портом хелениуса но достаточно неприятным это можем отметить но неудобно по моему высоте даже шайба полетела и на повторе будет очень интересно посмотреть какое движение хелениус делал возможно мне показалось что шайба где-то даже сошла немножко с крюка и полетела не туда куда рассчитывал хелениус отбил шайбу плечом вратаря участок четко играет ловушкой быстро вводит ее в игру подхватил эспирь енсен и опять очень быстро проходит центральную зону хокиста йокерита в касание и бросок эндрос опять все видел галкипер адлер аман гейма но хорошую такую короткую на коротке трехходовку разыграл йокерит и в итоге бросок а это вот вагнер которому досталось в начале матча мы видим как раз вот наносит этот неприятный бросок и блином играет реку келениус да дэнис эндрос во вчерашнем матче отразил 32 броска 38 раз по его воротам бросили хокиста лугана и ну достаточно опять же неплохая статистика потому что лугана довольно сильный клуб и очень хороший там подбор игроков ну и вот маленький сувенир для болельщиков которые пришли на этот матч и причем этот сувенир выбросил главный тренер или один из тренеров команды мангейма ну пока эта шайба нельзя назвать счастливой не для немецкой команды не для йокерита счет у нас по-прежнему 0-0 около девяти минут сыграли команды в первом периоде небольшое игровое преимущество на есть у йокерита безусловно но адер пытается все таки вот этими своими вылазками тревожить по максимуму реку хелениуса это регент сыграл назад в итоге шайба потеряна но успели уже сесть назад к кисты йокерита аспергенсен на ближнего и вот опять финны 3 в 2 могут убежать что дальше напрашивалась там передача на дальнюю штангу но немножко затянул как показалось с этой передачи игрок йокерита это был паскаль пелетье лавинен и вот сразу же передача туда в центральную зону но тут очень хорошо но в отборе сыграл девятый номер и немецкой команды и вот как у меня для еще бросок с неудобной руки хелениус успел встать и отбил эту шайбу вот вам и адлер мангейм ответили так ответили три передачи практически разорвали всю оборону финнов сейчас кисты мангейма и имели очень хороший момент реку хелениус показал что он готов к этому матчу и сделал очень хорошее спасение да там сначала в ближнем бою сыграла потом отреагировал на дальний бросок и в итоге да очень неплохо сейчас адлер атаковал но дальний бросок там не получился особо акцентированным то есть мед не сильно полетела шайба но вот предыдущий момент когда с пятачка игр игрок мангейма завершал эту комбинацию реку хелениус проявил очень хорошую реакцию и вот опять мы видим мы сейчас заварушка тут за воротами хелениуса вот как раз вылся на котором мы говорили то что-то замечено активных действий ну и вот посмотрите как здорово тут на ближней штанге находился игрок и подставлял то здорово плюшку но хелениус хорош был и с этим бросок справился тоже завершал этот момент или прайферс достаточно вот мы уже отмечали что достаточно хороший момент получился у него и реку хелениус только в шпагате смог поймать этот бросок но опять же шайба где-то возможно и по и повезло финскому вратарю что шайба попала не в угол а скажем так в край ловушки ему попало и вот сейчас опять там было очень активен адлер в атаке и тут уже сейчас был момент у ворот эндроса в обратку но там никого из игроков кирита не оказалось на пятаке чтобы уже пустые ворота шайбу отправить вот еще раз смотрим повтор вот этой последней атаки йокерита шайбу отправляли туда в надежде что кто-то подставит клюшку но никак они на проехал уже за ворота и на дальней штанге не оказалось ни одного игрока йокерита и в результат чего момент был упущен это вертонин но и попротив него на точке и йохен фей вертонин опять выигрывает и все таки в итоге шайбы аддак который побывал уже в штрафном боксе сегодня и вот смена нужна адлеру манге ему поэтому просто забрасывает шайбу в зону соперника и сейчас свежая пятерка будет ох там а начинает атаку эндрос выходит своевременный из ворот играет по борту опять передача на обострение не получилось у йокерита и вот как быстро адлер выходит в атаку бросок и лениус здорово играет на последнем рубеже страш ворот йокерита посмотрите как быстро прошли центральную зону и 2 в 1 но буквально вырвались форварды и метрополита бросал да достаточно опытный игрок ген глен метрополит седьмое по моему раз уже принимает участие в кубке шпенгер но что самое удивительное ни разу его не выиграл причем сейчас извини 3 в 1 йокерит выходит это регин справился с первым броском андрос но на добивание это реки но просто академично сейчас как йокерит все разложила да очень очень красивый гол получился у финских хоккеистов 3 в 1 вышли и причем разыграли то только вдвоем не обратил внимание по моему это был петер регина и не показывает нам номера но в любом случае очень хорошо разыграли и после броска юхамате алтанина по моему да это юхамате алтанин был и петер регин с неудобной руке про лейк шайб ворот уже положил щитки на лед эндрос уже не мог ничегошенький сделать страш ворот адлера мангейма и вот говорим опять с чего началось проигранное вбрасывание немцами очень много они проигрывают и вот за счет этого как раз получилась очень быстрая контратака выход 3 в 1 и пожалуйста 1 0 йокерит повел проигранное вбрасывание и я бы еще отметил ошибку на чужой синей линии в даниэла ричмонда американского защитника мангейма его просто прокинули и в результате этого вот этот выход получился и причем не спешили немецкие игроки мангейма возвращаться обратно потому что достаточно легко втроем ехали финских кисты и спокойно разыгрывали эту шайбу и 2-0 как здорово опять на пятаке подбирают доедают этот момент хоккеисты финского йокерита еще становится 2-0 как здорово как быстро как играючи действуют хоккеисты йокерита в эти минуты и ери саленин который кстати очень прибавил в этом сезоне достаточно результативен 76 номер не йокерита пока 5 шайб у него в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге но очень полезен ери саленин для команды и вот хорошую передачу он получает от тима кеннеди как раз и на тот ближнем бою переигрывает эндроса ну вот опять же вот что защитник делает за спиной ере саленина по сути саленин один находился на пятачке без помех смог поразить ворота тенниса эндроса во второй раз и дуплетом стреляют финских кисты делая себе достаточно комфортное преимущество но и по сути счет по игре потому что мы уже отмечали что в стартовые минуты на протяжении всего периода пожалуй финских кист смотрится намного убедительнее чем немцы да преимущество явно у йокерита игровое но был там один момент такой серьезный ворот рик хелениус и все мы вот показали сейчас финны свои козыри свои джокеры некоторые вытащил из рукава erko westerlund и йокерит мы знаем все очень любят играть в быстрых атаках но часто так переходит позиционную йокерита передача на дальнюю штангу и тут жестко встречают никласа хагмана но тогиша его от адлера данную пожалуй стоит отметить что перед стартом кубка шпенглера нападающий йокер это я не рита получил травму и в результате этого не примет участие уже в этом турнире я не рита до игрок четвертого звена в континентальной хоккейной лиги в основном он в четвертой тройке нападение действует и вот сегодня как раз вот новичок тут получают шансы талая рука но зато вернулся в состав томе мяки который пропустил примерно два месяца в результате травмы и сейчас я думаю это большое усиление для финнов прежде всего и если вспоминать что скоро предстоит им возобновлять чемпионат континентальной хоккейной лиги ну да действительно мы говорим что в декабре очень здорово играл йокерит но теперь уже следующие матчи в новом календарном году на проведет команда яркий вестер лунда и вот сейчас если бы просто это передача она проходит она проходит и как раз метрополит бросает и забивает ответ на одну шайбу 2121 да очень хорошо открылся на дальнюю штангу и смог распечатать ворота реки хелениус ну вот опять мы видим что ошибка эспера йенсена ошибка эспера йенсена да и в результате этого юхомати алтанин не успевает возвращаться назад хотя вроде бы и догонял но не успел прервать и на эту передачу и кстати лучший бомбардир среди нападающих глен метрополита если брать немецкий чемпионат забрасывает свою по моему это даже его первая шайба да первая шайба на этом турнире да метрополита сокращает разрыв счете вот за счет ошибки игроков йокерита кисты адлера мангейма возвращаются скажем так в игру но я думаю что не должна все равно смутить это пропущенная шайба финский йокерит но с другой стороны может она конечно подхлестнуть к более активным действиям ворот реки хелениуса немецкую команду но вот и пропустил хелениус все-таки основной галкипер хенри карлсон ним для хелениуса эта игра будет как бы 16 потому что 15 он провел матчей на за йокерита в этом сезоне бросок по воротам эндроса шайба до него не долетает на подборе тут же тим кеннеди активен йокерит еще пять минут играть в первом периоде уже три шайба мы увидели неплохо йокерит разыгрывает эту комбинацию на дальнюю штангу нет нет дотянулся тут брендом козун вот чем мне нравится этот турнир тем что мы наблюдаем здесь по сути ну скажем так веселый хоккей как мы уже говорили в начале особо силовой борьбы здесь нету и не решают задачи вот как в своих национальных чемпионатах то есть не играют на удержание чего-то здесь ребята играют более расслаблено можно и так сказать более раскованно и в результате этого мы видим достаточно результативный хоккей да уже три шайба заброшено адлер мангейм в атаке но большими силами уже сели в оборону киска йокерита шайбы капитан 17 номер адлером мангейма маркус кинг продолжают неплохо контролируют шайбу но пока без обострений в общем-то сейчас все прочитали игроки йокерита перехват а вот тут удаление пожалуйста удаление отложенный штраф нет так и не успел выйти шестой полевой адлер мангейма ника капанин капитана йокерита но редко когда какой матч случается чтобы не удалился никакой ну да ну и в этом мальчик вот в этом моменте я думаю что вопросов быть не должно срубил он как капитана команды мангейм как ты уже отмечал маркуса кинка сзади прям подсеку и в результате этого две минуты и шанс для адлера сравнять счет в этом матче сошлись два капитана и две минуты получает финский наброс на ворота хиллениус там сразу две клюшки пытались подставить игроки адлер мангейма но в итоге хиллениус хорошо там партере сыграл до бросок был сделан в расчете на подставление опять же трафика перед воротами не было и в результате этого достаточно легко хиллениус поймал бросок выбрасывание за йокеритом таким вот парашютиком шайба выбрасывается к воротам эндроса вот спешить никуда не стоит пока адлеру него минута 40 на реализацию большинства ну а йокерит спокойно холоднокровно делает свое дело выбрасывает шайбу из своей зоны тут не до жиру главное не пропустить сейчас йокеритом вот в оставшуюся минуту 20 до выхода микки капанина адлер мангейм шайбой пошли в зону плохая передача на дальний борт и бросок и не получился он у защитника адлера 7 2 номер шайбой матью карли передача в центр и сопротивлением правда но очень неплохо бросил брэндон и и хороший контроль шайбы но вот очень сильная передача под синюю линию и не сумел тут ее конечно карли остановить но очень быстро опять вошли в зону кисты адлер мангейм ам и вновь сейчас будут разыгрывать формате 5 на 4 лишнего опять последние передачи сильная и не точно и 2 минуты до конца первого периода 10 секунд до выхода ник капанина ну скажем так вроде бал обостряю ты обострили как мэтью карли практически сольным проходом вошел в зону йокерита и бросил я бы не сказал что это сильный бросок был надо посмотреть на повторе почему рику хелениус не смог среагировать на этот бросок но не ожидал он что решится на него мэтью карла и посмотрите в самую девятку шайба заходит вот так красиво покрутилась повертелась перед рику хелениусом ну и там вроде бы показалось да мэтью карли мешал эспер йенсена но вот все таки вот рикошет состоялся может быть и он смутил хелениуса возможно что и этот рикошет смутил потому что мэтью карли явно был настроен на бросок и верхний угол и рику хелениус далеко не стал выкатываться в надежде на то что сумеет реагировать на этот дальний бросок но в результате контакта с клюшкой эспера йенсена мытью карли сравнивает счет в этом матче данные счет становится у нас 22 вот так вот неожиданно может быть спокойно очень йокерита повел 20 но дважды дважды хоккеисты адлера находят себе силы еще в этом первом периоде забросить шайбу ворота хелениуса и конечно же расстроен расстроен на страш ворот йокерита это уж точно выиграли опять финны вбрасывание навязывают борьбу но вот пас на пятачок сейчас проходил но никого там не оказалось и уже хоккеисты мангейма зашли в зону финнов борьба за воротами наброс на ворота но опять же никого не было на дальние штанги чтобы подправить эту передачу йокерит идет в атаку и отпустил от себя немножко форвард финской команды шайбу нам начинать все сначала перехват очень неплохой и атака может получиться хорошая и бросок по воротам и попади сейчас кайл уилсон створ возможно быть бы еще то 3 2 ответ йокерита и не получился ухомать алтанина в касании переправить с пятака шайбу ворота но атака йокерита продолжается нет тут зачистили пятак немцам последняя минута первого периода четвером идет адлер мангейм в атаку но не пускают не пускают тут райана макмарчи и вот рикошет какой неожиданный но этим подарком не воспользовались киста адлер мангейм как здорово в касание стали получаться вот эти вот красивые комбинации у немца ну да немцы уже вошли в игру мы это прекрасно видим и опять же финны позволяют финны позволили два раза уже немцам забросить шайбу и опять же в результате грубейших ошибок и как на последней секунде сейчас промахивается по сути в пустой угол а вели лаюнин вот это да давайте смотреть наброс от синей линии и вот пустые ворота и нет шайба не влетает ворота после завершения момента показали камеры вели лаюнина он уже сам улыбался видимо не понимаю как так шайба прошла мимо пустого практически угла не построился не подстрелился под этот отскок но и уходят команды мне по трибунные помещения петер реген ерис алина 12 13 минута ну а затем на 15 19 минутах забрасывает глян метрополит и мэтью карл две ответные шайбы и пока у нас после первого периода ничья 2-2 адлер мангейм очень результативно играет на этом турнире да и это это очень хорошо прежде всего для зрителей и так 22 мы с вами уходим на перерыв с нетерпением будем ждать второго периода возвращаемся мы с вами дорогие друзья на кубок шпенглера на где мне сегодня финский йокерет встречается с немецкой командой адлер мангейм и после стартовой 20 минутки пока у нас результативная ничья 2-2 очень неплохо начал йокерет этот матч первые 10 минут было достаточно явное игровое преимущество у команды арки вестерлунда и смогли на забросить две шайбы какие-то йокерет он 12 13 минуте на петр реген и ерис алинин это сделали но затем удалось в оставшееся время адлеру мангейму дважды тоже ответить глен метрополит и мэттью карл делают счет 2-2 вообще показалось на самом деле что после двух заброшенных шайб хоккеисты йокерет как-то немного расслабились что ли потому что именно после второй заброшенной шайбы хоккеисты мангейму уже начали намного чаще угрожать воротам рику хелениуса который сегодня защищает ворота финского йокерета и в результате этого сначала первая шайба была заброшена спустя несколько минут достаточно необязательную шайбу пропустил рику хелениус после проска пусти с небольшим рикошетом от мэтью карла и вот мы видим как команды мы выходят на этот второй период действительно кубок шпенглера старейший европейский хоккейный турнир носит имя карла на шпенглера врача посвятившего свою жизнь борьбе с туберкулезом и шпенглер был одним из основателей турнира за всю историю наши уже российские команды побеждали в нем несколько раз это было и московская динамо и магнитогорский металлург и питерский ска также минская динамо побеждал на этом турнире но всего на советские хоккейные клубы побеждали 14 раз и вот как мы говорили трижды переносовали в кубке шпенглера российские клубы однажды в 86 году финалистом шпенглера был даже киевский сокол и финале того турнира киевляне уступили сборной канады которая вторая по количеству выигранных титулов после хозяев турнира швейцарского даоса ну а что касается адлера то это уже восьмое участие в этом турнире для немецкого коллектива и последний раз они участвовали в 2012 году правда тогда в полуфинале они уступили фрибургу и не завоевали путевку финал как будет на сей раз нужна сегодня конечно очень победа команде грега арланда ну и мы отметим что и конечно же финский йокер это хочет стартовать с победой в этом турнире но я думаю что у хитрого эрки вестерлунда свои задачи да я полностью согласен но опять же готовится к адлеру нужно было прежде всего еще из-за того несмотря на вчерашнее поражение от хоккейного клуба луга но я думаю что эрка вестерлунд понимает что адлер это прошлогодний чемпион немецкого чемпионата и легко с ними точно не будет вот тоже интересно просматривали эту игру ярко вестерлунд 6 3 и извлекли какие-то ошибки что-то подсказал своим хоккеистам или так вышли с чистого листа да нет я думаю что в любом случае просматривали и опять же я повторюсь победу на этом турнире никто не отменял и вот начинает очень активно сейчас хоккеисты йокер это этот второй период но и видно что действительно после 2-0 расслабились какие-то йокер это и что не включает пока и близко даже максимальной скорости не знаю продолжает наверно присматриваться к сопернику его от тарика хеленеус первый раз во втором периоде ловит шайбу в ловушке хотел сейчас после того как зафиксировал шайбу в ловушке начать новую атаку но бушвайзер который появился на льду после того как получил травму в первом периоде в первой же смене быстро подкатил секретарю и вбрасывание в зоне финской команды на хеленеус в такой манере играет как только шайбу не он быстрее хочет ее ввести в игру не дали это сделать какие ст.м. немецкого адлера мангейма и от выигрывают вбрасывание что кстати не часто было с кистами немецкой команды в первом периоде и вот посмотрите какой прессинг в исполнении адлер мангейма но не стушевались хоккеисты йокерета артур скулдам начинает движение собственных ворот передача под синюю линию и тут можно продолжать игру на брендона козуна шайбы не доходит сегодня также еще один матч будет на турнире сыгран автомобилист будет встречаться с хоккейным клубом давос с хозяевами турнира да и для автомобилисты этот матч получится очень и очень сложным потому что давос тоже достаточно мощно идут в чемпионате швейцарии но они в принципе всегда являются законодательным скажем так мод швейцарском чемпионате они всегда являются одними из лидеров и опять же если я не ошибаюсь это самый титулованный швейцарский клуб на вбрасывание опять шайба кистов адлер ам пока не самые высокие скорости в начале периода безусловно могут прибавить и те и другие его часа рвется к воротам и язык кейт какой жесткий силовой прием остается шайба в зоне я кирита и вот посмотрите как все здорово разыграл адлер мангейм и 3 2 вот это да шайба забрасывает макмерчи это уже третья шайба для него на этом турнире напомнил во вчерашнем матче против лугана макмерчи забросил дважды дарай макмерчи очень здорово сыграл но тут оставили его одного на пятаке и без шансов он просто расстреливает и вот сейчас очень интересно будет посмотреть как так получилось но никто не держал макмерчи да центральный нападающий не спустился прежде что защитники играли по своим игрокам и топе якола и если я не ошибаюсь третий номер по моему был финнов на поле это дэн то дэн то они держали своих игроков где был центральный нападающий почему он не спустился и не держал свой пятачок это не к капанин опять к нему вопрос возможно я вот так вот неожиданно может быть для многих после того как счет стал 2 0 проблемы появляются у юкерита уже финская команда уступает 3 2 и этот счет я уверен просто заставит идти вперед и какой сайф андроса до за входу в зону бросал 19 номер финнов это ропит талая и очень хорошо в хорошем шпагате проявил фантастическую реакцию дэннис рот и спас свою команду да хорошо эндрос сыграл и а в итоге счет становится 3 2 остается и не позволили сделать счет равным классные и действия голкипер адлер мангейма я перед шайбой задвигались задвигались подопечные арки бестер лунда я думаю что конечно не устраивает их счет на табло и сейчас мы увидим как йокерит будет постепенно прибирать игровую инициативу к рукам но позволит опять же это сделать немцы или нет пока же только время но как я уже отмечал в начале второго периода финна расслабились расслабились после того как повели 20 и судя по всему с немцами такие штуки не проходят то есть как только почувствуют уверенность своих силах мы видим что они начинают прибавлять и в результате этого сейчас финн уже оказались догоняющих очень понравился режиссером макучия борода топе яколы действительно знатный бородач континентальный хоккейный элите топе якола плей-офф каждый день да да плей-офф еще надо дожить но йокерит все в порядке пока вторая команда западной конференции и вот сейчас атакует йокерит жесткая передача на регина и перехват естественно у адлера мангейма через синюю линию бросок по воротам перед собой отбивает хелениус очень неплохо бросали от синей линии хоккейсты адлер мангейма и продолжают они свою затяжную атаку шайба йорди эндрю йорди алтанин касание бросок не падает сетку на с внешней стороны и счет остается 3-2 в пользу адлер мангейма и уже немцы быстро бегут контратаку сели уже правда в оборону кисты йокерита и смена сейчас у немецкой команды лайонин сыграл на ближнего арту скул дам вперед на брэндона козуна вторая тройка нападения козуна на кеннеди саленин одну шайбу они уже организовали и вот положение вне игры но мы видим что финны уже включили скорость и стараются как можно больше владеть инициативой владеть шайбой а вот повтор заброшенной шайбы классная передача как раз вот мы отмечаем как у ассистента йохина хейка выходит кисты адлер мангейма из зоны быстро это сделать не получилось и положение вне игры уже поспешили поспешили партнеры десятого номера немецкой команды войти в зону и пока так спокойно на скамейке йокерита в общем то наверное не расстроила сильно вот этот пропущенную шайбу подопечных вестерлунда данная думаю рк вестерлунд уже все в раздевалке сказал он уже отметил сильные слабые стороны немцев игроки у финнов мы знаем насколько они мастеровиты и я думаю что сейчас сейчас мы увидим как счет стал 3 3 недолго музыка играла в адлер мангеевском королевстве 33 наброс на ворота и не ожидал вот такого именно развития событий такого наброса на ворота от николаса хагмана дэнни эндроса гол кипер немецкой команды еще раз смотрим как развивалась то атака а нет тоже топи якова и было ли поставлены клюшка девятым номером николаса хагмана было поставлено было подставлено клюшка немного скорректировал он полет шайбы и в результате этого дэннис эндрос не смог дотянуться до этой шайбы вот мы видим конечно над щитком шайба пролетела хотя летела достаточно высоко как раз таки на уровне ловушки где ее и держал немецкий вратарь и о мега результативный матч мы наблюдаем а начало второго периода команду уже обменяли заброшенными шайбами и счет вновь равный 33 то ли еще будет то ли еще будет и вот еще хотелось бы отметить одно нововведение этого турнира вообще кубок шпенглера играется по международным правилам и хф но в этом сезоне руководители этого кубка решили нововведение забрать из национальной хоккейной лиги и теперь тренер команды имеет право взять паузу на просмотр да если была заброшена шайба и по его мнению эта шайба была заброшена с помехой вратарю или после вне игры при условии если еще не использован тайм-аут и если дело дойдет до овертайм овертайм будет играться в формате 3 на 3 как сейчас национальной хоккейной лиги с этого сезона но хоккей стал зрелищный до зрелищный и на самом деле очень мало матчи дотягивает в таком формате до серии буллитов на это рассчитывали и вот сейчас опять наброс на ворота но на сей раз это не опасно для эндроса и компании уже облетела выше ворота и эндрос просто решил сделать паузу поймал шайбу в ловушку чтобы дать своим партнерам отдышаться потому что финны финны начинают наседать на ворота и с каждой минуты все опаснее и опаснее уже один бросок достиг сетки пока своей зоне йоккерет то опять это длинные передачи под синюю линию не получается петре вертани на остановить эту шайбу но сильная была передача ну вот сейчас следу скоро видно где будет брасл но это опять же такие споры с улыбкой на лице я не представляю чтобы в континентальной хоккейной лиге во время матча регулярного чемпионата петре вертани на думаешь разорвал был айнсменов но с таким выражением по крайней мере я его ни разу не видел чтобы он катался не улыбы конечно намного больше нежели матчах континентальной хоккейной лиги я действительно в каждой игре на кону очень многое стоит ахтамам сыграл по борту ну и сейчас взяли вот такой небольшой вид на перерыв может быть команды после этих двух быстрых заброшенных шайб я думаю что опять кто-то должен взорваться и будут у нас опять опасные моменты в матче одлерман гейм йоккере то кельсинки как шайба скакала и легко так играючи ее эндрос ловит ловушку и на самом деле вот такие отскоки от льдау достаточно неудобны могут оказаться для вратаря но сейчас мы видим что шайба летела мимо ворот и дэнис эндерс но решил подстраховаться да и перекрыл корпусом полета этой шайбы и хамате алтанин выигрывает на точке кисты йоккере то дальше играет филипп ларсен и вот удаление удаление будет у адлера дам йорды сделал он подножку и хамате алтанину за своими воротами и не опять вот этот пол на себе встречают улыбкой она это регион да и мэтью карли мэтью карли будет сейчас удален автор одной из заброшенных шайб этом матче хорош шанс для йоккере то вновь почувствовать что такое вести в счете в сегодняшнем матче пока у нас кстати в большинстве команд не отличались но не так много удалений да не так много по моему два удаления у мангейма и одно только у финнов и опять выигранное выбрасывание пытаются сейчас расставиться пины в зоне удается им это быстро сделать ларсен регина ларсен у него очень мощный бросок но тут бросает реген попадает в игрока немецкой команды до верного пытаются разыграть финны шайбу ларсен я думаю весь стадион сейчас слышал этот звук регина и как не попадает с неудобной руки ларса хорошие моменты для йоккере то и опять штанга похожая игра это за немецкую команду вот это да как на магничная шайба попадает в каркас ворот ларсен отскок от лицевого борта эндрос и только на третью попытку броска ларсена игрок мангейма решил броситься под шайбу и заблокировать этот бросок потому что первые два броска угодили именно в штангу реген и вот сейчас хороший момент перевод не получается ларсен 35 секунд еще есть у йоккере это да отважным мы слышали такой звон а у ворот эндроса тим кеннеди на синюю линию наброс на ворота отскок от лицевого борта брэндон козон начал этот сезон феноменально брэндон козон был сам результативным игроком континентальной хоккейной лиги некоторое время козон и на раз-два-три и в итоге все-таки аллер мангейм шайбу выбрасывал очень хорошее большинство сейчас провели финны и могли забрасывать шайбу как минимум не в одном моменте кеннеди на партнера дальше на дальнюю штангу атака продолжается йоккере там поза он перевод бросок по воротам не попадает топе якова в створ поехал меняться расстроенный бросок это кеннеди ну да уже я думаю что устали и атакующий ну и вот и хамате алтанина и мы видим его бросок штангу тут замедленный повтор и филипп ларсен пожалуйста там была подставлена даже плюшка по моему да и попадает она в штангу два момента две штанги и там еще даже несколько шансов было но теннис эндрос и штанги сохранили свои ворота в этом большинстве еще достается прежним 33 да как говорят подружки вратаря до штанги сейчас сыграли за него да и вот опять продолжает лекарь тоже в полных составах что опять и опять штанга вот это да уже рука талая бросал поворотом давайте смотреть смещением центр бросок поворотом перекладина до бросок из-под защитника очень хорошо получился и поставлена опять показалось немножко изменил шайба направлении она бросал да в данном эпизоде поворотом мода рука талая ну подбираются уже на какие-то миллиметры кисты йокерита но забивать могут часа кисты адлер мангейма но в ближнем бою тут хорошки лениус забыли мы уже немножко про него йокерит час активен они на не пускают его по борту немцы и вот выход 2 в 1 адлер мангейма передачи как не попадают но двоечка все здорово разыграли и 59 номер брэндон и по один из самых активных стать составил на для роман гейма не забивает из хорошей позиции несколько раз просили финну уже кистов адлера и вот настала пора адлера прощать кистов йокерита ну скажем так действительно такие своеобразные предновогодние подарки друг другу да сейчас команды и по-прежнему у нас 3-3 в матче йокерит адлер мангейм примерно похожий сейчас момент был как мы видели в первом периоде когда игрок йокерита не смог поразить пустые ворота примерно и точно такой же момент и сейчас мы видим как йопа попадает уже между щитков рику хелениус но шайба пролетает все равно каких-то миллиметрах от штанги да все неплохо сейчас было разыграно подопечными крэга айронда вот он был на вашей экране главный тренер адлер мангейма ну раскрылась раскрылась игра и в результате этого мы видим как случаются провалы прежде всего в обороне финнов которые понимают что уже практически подобрались и к четвертой заброшенной шайбе йокерит идет в атаку первое звено сейчас пасхальте лететь это регион юхомате алтанин у них на льду и через защитников от и октама чуть-чуть потерял темп в этой атаке хотя мог бросать регион на синюю линию октама опять красиво все разыгрывает йокерит чуть-чуть не хватает вот доли секунды для завершающего броска пока йокерит перехват региона на пятак регион ну как то очень уж низко спускаются хоккеисты адлера и в результате это очень хорошо получается выводить и защитников на броски и подключать дальних игроков как здорово сейчас контролирует шайбу йокерит бросок еще момент ближний угол эндрот закрывает я явно сейчас игровое преимущество видно постепенно переходит к йокеритом и ларсен сильно но кто будет первый на шапе немцы перехват эспер Йенсен и будет выход тот отворотом как здорово вернулся назад и отработал в этом эпизоде филип ларсен Да, Филипп Ларцин подстраховал своего партнера, который ошибся на синей линии и не дал нападающему Атлеру убежать один на один с рутарем. Продолжает плести кружева атака. Йокерет. Красивая была передача, но не дошла она до девятого номера Николаса Хагмана. Очень академично играют финны в этом матче. И в первом и втором периоде мы уже несколько моментов видели, когда прям до последнего разыгрывают финны. И это их иногда подводит. А вот сейчас уже Хеленео срывает аплодисменты. Не позволил он сделать дубль Глену Метрополиту. Да, 41-летний форвард. Мы видим, что играет причем достаточно неплохо и может дать фору некоторым игрокам, которые намного моложе, чем он. Ну вот, например, хороший пример в этом смысле. Ну, что касается уровня мастерства, скорости. Это Максим Афиноген. Ну, у Максима всегда скорость была главным козырем, пожалуй. И еще во времена, я даже помню, еще меня водили на хоккей, когда он играл еще в маске. У него уже тогда скорость была. Она и осталась сейчас. Он многим вот как раз-то сказал вот эту вот фразу. Она мне очень как бы села. Он даст фору многим молодым. Прямо вот это для него. Оббежит любого молодого Максима Афиногена в свои уже года. И вот сейчас Адлер в атаке. Наброс на ворота! Ау! Отпасный рикошет Килениус реагирует. Ну, надо сейчас, конечно, немцам немножко перевести игру в чужую зону. Потрепал сейчас йокерит нервы. Это большинство было опасное и добивание! Килениус здорово действует! Чуть не забили четвертую шайбу немцы. Одна из немногих позиционных атак, которые мы видели в этом матче у немцев, приводит к очень опасному моменту. Опять же, вот несмотря на большое игровое преимущество финнов, прежде всего во втором периоде, Рико Килениус, он не отдыхает, потому что у немцев, получается, очень опасные контратаки. Ну вот первое, наверное, вообще за весь первый период атака позиционная получилась. И Рико Килениус показал, что он не замерзает. Да, так сложно, конечно, постоянно быть в тонусе, когда мало атак на двои ворота. И осмотрим очередную атаку Адлер Мангейм. Купает из ворот. Килениус. Но очень активно, вы видите, тут в отборе немецкие хоккеисты. Хорошо тут шайбу отбирают. Но дело до логического завершения до броска не довели. Ох, Тома. Петро сыграл от бота. Талаям. Неплохое оставление. Регин. Бросок из-под защитника, он заблокирован. Не дали поработать Килениус. В общем-то, сейчас попытка атаки сходу. Давайте дождемся. Алтани. Оставление. Регин. Тут устал, конечно, Петер Регин. И легко у него отбирают шайбу игроки Адлер Мангейм. На тричный курс сейчас идет игра. Ну и тут тоже очень важно сейчас, кто забросит четвертую шайбу. Помогает арбитр немецкой команде. Но пока ближе всего к четвертой шайбе были финны. Опять же, если брать по игру во втором периоде. Но вот сейчас уже мы видим позиционную атаку немцев. И набрасывают, набрасывают на ворота. Пока шайба не долетает до створа. Но все равно напряжение определенное присутствует. Ну, последние пару минут, да, поактивнее выглядят немцы. Но вот, кстати, вспоминаем, да, и первый период тоже. Вот первую часть лучше играл Йокерет. А вот потом в концовке прибавил Адлер. Как и сейчас это делают во втором периоде. Но есть такое ощущение, что Йокерет все равно, конечно, не включает максимальные обороты. И вот если надо, прибавит. Вот так это было, когда счет стал 2-3. Да, и, в принципе, после того, как финны сравняли, там сколько моментов было. Действительно, финны могут прибавить по ходу каждого матча. И мы это не раз видели в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Вот какая ошибка, потеря шайбы. И опасный момент. И очередная штанга спасает ворота Адлера. Но, по-моему, с внешней стороны попадает. Да, тоже так оказалось. Но все равно момент очень опасный. Но от перехвата у Адлера. И тут кто-то крутит вверх, 50-й номер Глен Метрополия. Бросок. Так, тут уж и, по-моему, на такую звуку куворовки Лениуса. Может там... Очень звучит и на звуке работает. У меня вот сейчас показалось, что даже шайба не в штангу попала. А это Рико Хелениус въехал коньками. И, может быть, просто штанга такой звук издает. На самом деле, может плюшкой. Вот, мы сейчас смотрим, вот эта вот ошибка. Капанин любит так. И вот тут маханал, пэка, йормак и не глядя. Так мог бы. Ну да, уже... Узнаревого угла уже, да. Да, практически с заворот он заканчивал этот отап. И нет, в штангу попадает шайба после броска немецкого нападающего. И это очередной звоночек для финнов. Да, вот честно повторяется было видно. Меньше трех минут до конца второго периода. 3-3. Обменялись командой во второй 20 минутке заброшенными шайбами. Бросок. Келениос хорошо играет Боленом. Брэндон Козун. Не сумел тут на скорости обработать шайбу нападающей финской команды. Брэндон Козун. Перевод на дальний борт. Пытаются тут сейчас немцы разыграть. Это тут Мартин Бушвайзер. Шайба потеряна и четко играют в защитнике. Шлем потерял один из игроков Адлер Мангейм. И поехал скорее у нас Ками. Вот такая насыщенная сейчас ее критобороны. и вот правда удаление сейчас у финской команды и это шанс концовки для адлер мангейма все-таки выйти вперед в этом матче второй раз до до конца периодов киста адлера будут играть в большинстве и на две минуты наказан 55 номеру йокер это это от того в том а неправильно сыграл он против игрока адлера и выставил ногу в результате чего и сделал подножку вновь большинстве одерман гейм мы пока не могут они так хорошо разыграть лишнего не очень пока вот эти предыдущие два на разу удалось им активно сыграть в эти две минуты как будет на сей раз хорошо в отборе играет йокерит вновь и до конца периода если не сумеет забить адлер мангейм будет немецкой команды играть большинстве еще несколько секундочек в начале третьего периода но время есть огарчик йокерит но правда опять не получается так вот атака исхода войти в зон немецкой команде а оставление бросок прямо по центру прямо в килиниус они как не получалось закрепиться в зоне и вот очередная попытка в атаке с полу забросить шайбу но все равно в любом случае бросок получился достаточно опасным и рик килиниус сыграл очень надежно но есть еще время провести разящую атаку адлера мангейма вбрасывание около ворот рико килиниус а 3 3 по-прежнему в этом матче и вот опять выгранное вбрасывание помогает конечно финской команде надо вновь начинать все сначала man game пошли неплохо вот наконец-то расставились если немецкой команды до 30 секунд до конца первого извиняюсь второго периода доведут дело до броска пока нет нет не проходит эта передача на дальнего защитника прерывает ее один из обороняющихся но там на синей линии как раз мак марчи был автор одной из шайб адлер мангейма в этот экстрич вот это здорово вот это здорово и шайба в раздевалку и все-таки мак марчи делает дуба 4 3 и первое реализованное большинство адлер мангеймом в этой встрече да во втором матче этого турнира подряд а мак марчи забрасывает две шайбы и еще не вечер еще третий период играть и вот что значит выигранное вбрасывание в чужой зоне вчистую выиграли хоккеисты мангейма вбрасывание сразу шайбу за ворота к лицевому борту и передача от 55 номера прошла полностью всю ширину зоны и мак марчи в касании забивает шайбу над щитком у рику хелениуса она пролетела и и счет 4 3 вперед выходит хоккеисты адлера да второй раз в этом матче адлер мангейм выходит вперед но помним уступали они 0 2 и сейчас уже впереди немецкая команда 4 3 и шайба в раздевалку вряд ли уже йокерит что-то в этом периоде сможет поделать тем более выбрасывание выигрывает хоккеисты адлер мангейма последние 8 секунд второго периода но и уже можем говорить им забегать вперед в третьем уж вынужден будет йокерит прибавить и как раз интересно посмотреть сумеет этот гандикап в одну шайбу насколько быстро забить какие-то йокерит в третьем периоде и вообще как видоизменится игра адлер мангейма будут ли они вот играть на удержание счета хотя это будет чревато конечно да с финами играть на удержание счета это достаточно сложно обычно и понятное дело что я думаю адлер продолжит играть в том же стиле в котором они играли два периода ну а от финнов мы ждем более активные игры на протяжении всего периода они отрезками как мы наблюдали в периоде первом и только что закончился в втором периоде да надо конечно прибавлять сейчас командирки Вестерлунда они уступают 3-4 второй период остался со счетом 2-1 за адлер мангеймом и все таки я думаю прибавят йокерит в третьей двадцати минутке и нас ждет очень интересный и яркий хоккей а пока немножко отдохнем перерыв все таки все таки все таки все таки все таки возвращаемся мы с вами дорогие друзья на кубок шпендлера где проходит матч в котором финский йокерет в группе терриане принимает немецкую команду адлер мангейм и после сорока минут игры представитель континентальной хоккейной лиги уступает со счетом 3-4 хотя начало матча было за йокеритом повела команда эрки вастерлунда 2-0 но затем на первый перерыв команды ушли при равном счете 2-2 а вот во второй двадцатиминутке еще две шайбы забрасывает немецкая команда на что лишь одной шайбы отвечает йокерит я думаю сейчас при таком развитии события ну по крайней мере мы комментаторы Олег Мусалев Кирилл Корнилов мы надеемся на то что все таки свои истинные обороты истинные маски покажет финский йокерит да потому что и в первом и во втором периоде йокерит такое ощущение включался именно отрезками то есть и в первом и во втором периоде были такие отрезки в несколько минут когда финны просто не выпускали из своей зоны немцев и имели достаточно моментов вспомним сколько во втором периоде было штанг у ворот Дениса Эндролса там по-моему три-четыре раза каркас ворот спасал ворота немцев но при этом не стоит сбрасывать со счетов Адлер Мангейм который достаточно остро контратакует и стоит финнам чуть-чуть подрасслабиться как немцы сразу же за это и наказывали да действительно вот последнюю шайбу за несколько секунд до конца второго периода забросила немецкая команда в большинстве и дубль уже сегодня оформил Райан Макмерчи 27-ой номер команды Адлер Мангейм а это вот был на ваших экранах Вестерлог главный тренер финского Йокерина ну и поэтому настроение сейчас у Адлера очень неплохое вчера напомним стартовала немецкая команда на этом турнире с поражения 3-6 уступили они хоккейному клубу Лугана это швейцарская команда хотя вот 3-0 вели по ходу матча так что в общем-то свойственно так вероятно этой команде из огня до полу не бросаться ну возможно и вот кстати до начала этого периода нам показали зрители которые в очень хорошем настроении были и вот какой момент сейчас шикарный сейф Эндроса бросал по воротам Агата Риген и вот очередная штанга звук который мы уже слышим на протяжении всего этого матча и опять после бросков Йокерета и опять после броска Филиппа Ларсона между прочим 36-ой номер защитник полюбил полюбил штанги хотя может быть там какой-то устроенный чип находится и он так как магнитом каркасу ворот Эндроса причем и в тех и в других воротах потому что уже и в других воротах сейчас играет немецкий вратарь вот сейчас активно начинает этот третий период как мы предполагали Йокери наступают они 3-4 надо исправлять ситуацию и на табло и на площадку забрасывает шайбу защитник Агдак в зону Йокерета там никого Агдак кстати лучший бомбардир команды в немецком чемпионате это у него 23 очка 4 заброшенные шайбы и 19 голевых передач много много проводит время на льду действительно но видно постоянно выходит и на реализацию большинства и вот конечно хороший хороший подвиг шляпный оборот выбрасывает Йокерет шайбом и вот так вот практически 2 минуты уже отыграли команды в этом третьем периоде по прежнему минимальное преимущество Адлера Манги Йоколам раскатывается Йокерет встречает у Петри Виртанина не ожидал он в самый последний момент только увидел игрока Де Романгейма тут похоже получил небольшую травму и бросок портом Келениаса немного у него игрового игровой практики в континентальной хоккейной лиге в два раза больше матч проводит Хенрик Карлсон 15 игр в КХЛ у Хелениуса в этом сезоне хотя в прошлом сезоне их чередовали они сыграли примерно равное количество матчей но в итоге к плей-офф Карлсон доказал что он является основным и уже в этом сезоне Рик у Хелениус провалив несколько матчей в начале сел так на скамейку основательно пытается Адлер Мангейм атаковать лучшие обороны это атака бросок и штанга спасает ворота Келениуса и если бы счет стал 5-3 это было бы действительно уже очень опасно для Йокерита какая-то фантастика какая-то фантастика с штангами в сегодняшнем матче да уже даже и нет смысла считать количество попаданий в штанги в перекладины но это как раз таки показывает нацеленность и той и другой команды на ворота хоть как мы говорили в начале сам репортажа что это по сути товарищеский турнир но каждая команда хочет побеждать не дает сразу же перехватить со второй попытки это делает Йокерит идут вперед кисты финской команды оставляет шайды партнеров Паскаль Перетье опять через дом играют на синюю линию и не точная передача и надо меняться финской команде ну вот благодаря активному началу финнов мы видим что немцы уже отодвинулись к своим воротам и стараются прежде всего играть на контратаках на атаках сходу прежде всего если финны дают им это делать ну вот очередная атака 3 в 3 и вот набросы опасные на ворота атака хелениуса так вот видно что немножечко нервничает да финский голки ну нервничает конечно когда у тебя мало игровой практики когда тебе дают шанс я думаю что для Рико хелениуса этот турнир вообще не считается как бы товарищеским потому что на таком турнире он может как раз таки доказать что он готов момент может быть опасный продолжается атака Йокерита неплохо играет пас наброс пытался поставить клюшку Никлас Хагман активен Йокерит в подборе Хагман назад и тут первый на шайбе должен быть защитник Йокерита и сразу сразу туда вперед но сейчас была не точная передача и в итоге немцы перехватили и уже начинают свою атаку ну и в любом случае да настроение не излучшит как хелениуса продолжим эту тему все-таки уже четыре шайбы пропущены это конечно достаточно да и понятное дело что сейчас самое главное это прежде всего выручить команду в третьем периоде чтобы дать шанс на победу но с другой стороны я бы не стал вот обвинять во всех четырех единственного только шайба по-моему это вторая заброшенная шайба когда там хоть и с небольшим рикошетом но довольно с большого расстояния был нанесен бросок и не смог он среагировать на него да действительно к хелениусу не какие-то глобальные претензии но команда уступает 3-4 правда сейчас появляется шанс на реализацию большинства уехали вот совсем ненужный конечно в зоне атаки мартин бушвайзер на 2 минуты отправляется в штрафной бокс и вот на первых секундах этого периода красивый сейф эндроса и вот она штанга пожалуйста а теперь штанга вобра 128 километров в час вот нам показывают да мощный выстрел хотя на матче звезд как было ну для того матч звезд нужен что чтобы узнать самого сильного бросающего защитника но опять же это не в каждой команде есть настолько бросающих птиц вот сейчас там при придержали игрока йокерета но не решился арбитра оставить вот втроем мадлер мангейм ну вот возвращаясь к тому что реку филе неус нервничает это показалось в предыдущий момент сейчас он пытался начать атаку шайба сорвалась и ударил он клюшкой по езду показывая что недоволен тем как начал атаку есть еще минута у йокерета и вау какой сайф эндроса но тут уже просто повезло оставил он щиток на льду и попал туда юхамате алтане везет на самом деле сильнейшим дэнис эндрос молодец доработал этот момент до конца и этим ценится прежде всего хороший вратарь что даже тогда когда ты отыгран ты можешь оставить на месте там щиток ловушку и тем самым спасти свою команду мангейм до 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 И вперед даже побежать и уже атаковать ворота Йокерита. Вот, посмотрите, этот момент. И не поднял немножко шайбу над щитком Юхамати Алтынин. Так-то разыграли на раз-два-три. Все здорово. Бросок касаний Юхамати Алтынин. Как он это, кстати, часто любит делать. Так присел на коленочках. Но браво, браво, Эндрос. Никто не мешал Юхамати Алтынину наносить отбросок. Использовали всю ширину зоны. И вот эта передача, прежде всего, в большинстве, когда передача проходит на дальнюю штангу, на другую сторону зоны, скажем так, вратарь не всегда успевает перемещаться. Ну, в этот раз Эндрос молодец. И в полном составе уже Адлер Мангейм. И вот есть возможность 3 в 2 убежать у немцев. Хорошая диагональная передача. Бросок. И Хеленюс прочитал эту ситуацию. И опять атака продолжается. Адлерам. Не шайба в ловушке у Хеленюс. Не хочу, конечно, сглазить финского вратаря, но вот нам показывают повтор предыдущего момента, когда Рико Хеленюс пленом отвел угрозу. После передача... Нет, это уже наброс Битнера был, когда Хеленюс зафиксировал шайбу в ловушке. И выбрасывание сейчас будет в зоне Йокерита. И опять сразу же бросок после выигранного выбрасывания. Где-то игроки Мангейма тоже должны же чувствовать, что немного нервничает вратарь. И мы видим это. Стараются бросать из любой позиции. Потому что когда вратарь нервничает, ему можно забить откуда угодно. И вот опять бросок в сторону ворот. Вот уже практически половина периода прошла. И мы видим, как Йокерит действительно пытаются отыгрываться, стараются идти вперед, стараются, вот мы сейчас обратили внимание, как двумя уже начали давить в зоне. Но пока это не приносит результатов. Моменты создают, но пока реализовать не получается. Да, с другой стороны уже и сам Адлер, да, зубами вцепился в результат. В какой-то степени дали поблажку, расслабились кисть Йокерита по ходу этого матча. И вот сейчас пожинают, вот что-то плоды. Поезд, конечно, пока еще не ушел. 10 минут 31 секунда. Это коктейным меркам очень много времени. Но вот так вот пока не удается даже сравнять счеты Йокерита. Ну и очень много хоккеистов Йокерита не реализовали в этом матче. Напомню, что 4 раза игроки Йокерита попадали в штангу. И 3 раза из этих 4-х шайба попадала в каркас ворот после проскопа Филиппа Ларсона. Да, это какое-то невезение, конечно. Какой-то немецкий Хаттабыч сидит на трибунах. И, вероятно, при бросках Ларсона вырывает волосок с бороды. Да, и вот уже, посмотрите, такая массированная оборона в центральной зоне. Начинает встречать киста для Романгейма соперника. И, более того же, еще и проброс. Ну вот эти паузы, прежде всего, идут на пользу немецкому клубу. Потому что благодаря паузам сбивается темп игры. И мы видим, как Йокерит в третьем периоде увеличил этот темп. Увеличили скорости. И вот выход 3 в 2. Бросок с острого угла. Эндрас отбивает эту шайбу. О, а на добивание не успевают уже какие-то Йокерита. Да, очень хорошо сейчас расположились два защитника, которые оборонялись в этом моменте. И шансов для передачи у нападающего, который был с шайбой, просто-напросто не было. И единственное, что осталось, это наносить бросок, к которому Эндрас оказался готов. Подпадривают друг друга. Поставлена клюшка, добивание. Но пока Эндрас держится. Второй раз, да? Как будто с коньками выход 1 в ноль. И Хилениус явно оставляет Йокерит в игре. Да, и вот потеря на своей синей линии от Артурса Кулды. Это уже не в первый раз в этом матче. Кисты Йокерит теряют шайбу. В такой простой ситуации, вот мы видим, отпустил от себя немножко шайбу. Латвийский защитник, и Рико Хилениус спасает свою команду после выхода 1 на 1. Да, Глен Метрополита мог, конечно, отличиться вновь в этом матче. И здорово ловушкой тут играет Хилениус. Йокерит в шайбой. А силовой борьбе-то не уступает Адлер Мангей. Борется до конца. Есть еще силы. Рискованно сейчас Рико Хилениус сыграл за воротами. Очень долго принимал решение, ждал, пока шайба приедет к нему. Но уже сзади нападающий Мангейма подкрался и чуть было не выбил. Шайба у него из-под клюшки. Продолжает Адлер атаковать. Хороший в отборе гист Йокерита. Попытка быстрого перехода в заборонную атаку тут меняются. Подождал немного Йормак и партнеров. Такая тишина сейчас. И вот далее сейчас Йормак и бросить. Как-то все раступились игроки Адлер Мангейма. Естественно бросил форвард. Не попал в створ из хорошей позиции. Опять вошли в зону. И опять бросок из-под защитника. Очень неприятно. Не любят этого галкиперы. Бросал поворотом опять Рупеталая. И хорош Эндрес. Вот, пожалуйста, он без маски. Достаточно работы у него сегодня. И в нескольких моментах, ну прям по-настоящему, он выручил свою команду. Большинство, конечно, моментов и за счет правильного выбора позиции большинство бросков приходилось прямо в амуницию. Но в каких-то моментах спасали штанги. Но были, конечно, ситуации, когда только за счет реакции и игры до последнего удавалось делать сейвы немецкому вратарю. Ну, опыта ему не занимать. Мне, конечно, помогает он сегодня очень серьезно своей команде для достижения результата. Семь с половиной минуты еще играть. Но все равно, я думаю, у Йокеря-то будет еще немало шансов для того, чтобы счет, ну, как минимум, сравнять. Эндрес! И вместо шайбы в воротах там сейчас Эрис Алинин оказывается. Да, ну, если продолжаю вот говорить про Денниса Эндреса, я бы отметил, что это, ну, понятное дело, это основной вратарь своей команды в немецком чемпионате. 93% отраженных бросков у него. И 27 матчей, в 15 из которых он одержал победы. И 4 матча он отыграл на ноль в этом сезоне. Ну, сейчас вот, действительно, как ты говорил, и у Эндреса, и у команды черные полоса уступают, но начало-то было хорошее. Ну, и причем, вот знаешь, я смотрел статистику, как команда играла, и я бы не сказал, что там были прям какие-то провальные такие игры. Опять же, вот счета 1-2, 0-1, 1-3. То есть я бы не сказал, что там разгромные какие-то поражения были. Но увидим проблему, прежде всего, с реализацией. Да, проблема определенная есть с реализацией, тогда как оборона, ну, в принципе, играет неплохо. Да, 1-2 шайба, это, конечно, ничего страшного, но нету результата. Но сегодня 4 шайбы, это просто какое-то пиршество голевое для Адлер Мангеева. Причем в соперниках-то команда, у которой, в общем-то, всегда оборона считалась очень-очень солидной. Да, за последние 4 матча в немецком чемпионате в кисть Адлера забросили 2 шайбы. А тут в одном сразу 4, Йокерит продолжает атаковать. Нет, Эндрес все-таки вместе там с защитниками прижал шайбу к альду. Да, потерял сейчас вратарь шайбу из виду, но в последний момент он успел ее увидеть. И уже когда Паскаль Пелетье с еще одним игроком Йокерита подъезжали к ней, он уже успел ее прижать и вбрасну сейчас в зоне Мангейма. С другой стороны, вот та нагрузка, которая легла на Эндреса, вот в самой концовке, знаешь, может все-таки она сказаться, все-таки концентрация она не вечна, да, и в итоге, я думаю, что могут дожать соперники к кисте Йокерита. Могут, конечно, но мы уже не раз видели в этом матче, как остро контратакует немецкая команда. И вот, может быть, сейчас у них будет шанс, если бы передача была чуть получше и поточнее на партнера. Но вот за счет выигранного силового единоборства, посмотрите, продолжает Адвер Мангейм атаковать. Попытка быстрого перехода заборонного атака у Йокерита. Бросок на Эндреса все видел. Неплохо сейчас Йокерит атакует. Прошла эта передача! Бросок выкатился немножко, сократил угол обстрела Эндрес. И не позволил отличиться Виле Лавинину. Что самое интересное, в третьем периоде хоккеисты Йокерита выиграют практически каждый подбор в зоне атаки. И главная задача сейчас, прежде всего, для Дениса Эндреса, это не допускать отскоков после бросков финских хоккеистов. Потому что мы видим, что сразу несколько человек располагается вблизи от пятачка. И любой отскок может оказаться решающим. Ну и вот опять мы сейчас видим, что не закрывали обзор Эндресу игроки Йокерита. Поэтому спокойно так он поймал шайбу намертво. В принципе, на протяжении всего матча игроки Йокерита особо не закрывают обзор. Они, как я уже говорил, располагаются вблизи пятачка в надежде на то, что шайба отскочит от вратаря. И уже после этого они добьют и, говоря хоккейным языком, закопают эту шайбу у ворота. Сейчас уже, вы видите, особо не рассчитывают на какие-то позиционные длительные атаки кисты Адлера. Вот пытаются сейчас по максимуму затруднить выход из зоны Йокерита. И вот это удается игрокам в белой фоне. Эндрес по учебнику в угол отбивает шайбу. И вот малыми силами опять вот лишь один игрок Адлер Мангейма в атаке. А Йокериту надо бы уже подраскрыться. И какой силовой прием. Спечатали в борт игрока Йокерита, но все нормально. Можно играть, показывают арбитры. Прокатилась там по ленточке шайба. Поза он. Все проехали, не дают тут бросить. И что тут? Борьба в площади ворота. Да, игрок в площади ворота. Тут даже, по-моему, больше равновесия потерял седьмой номер немецкого коллектива и просто врезался в Брэндона Фозвана. Но самое главное, что обошлось без травм в этом эпизоде. Три минуты пятьдесят секунд уже. Так, время. Пошаливает для Йокерита. Я думаю, сейчас все активнее и активнее будет Йокерит пить вперед. Пеген. Назад. Аспальгенсен. Чуть-то он не ошибся. И как здорово вышел со скамеечки игрок Адлер Мангейма и шайбу украл буквально у Йокерита. Но на долгое сейчас понятно, что она не задерживается у игроков, команды, которая пока впереди. Но пободаться, потолкаться, это вот как раз то, что надо сейчас Адлер Мангейму в зоне соперника. Не стал прижимать сейчас шайбу Рику Хелениус. После того, как отбил бросок, сразу отдал ее защитнику. Но не получилось у финнов начать новую атаку. Да, время работает сейчас, конечно, да. Адлер Мангейм. Все ближе и ближе, а не к победе. Хотя, вот, говорили мы о том, да, что, по крайней мере, на бумаге, да, перед матчем, ну, фаворитом выглядел Йокерит, безусловно. Еще в свете неудачного первого матча Адлер Мангейма, да. Да и вообще неудачного периода, скажем так, который затянулся практически на месяц. Последняя победа у Адлера была 29 ноября. Тогда в серии буллитов победили немецкие фтисты. Завтра месяц будет уже. Так что, действительно, месяц без побед. Наверное, уже изголодались и сами фтисты Адлер Мангейма по виктории. Вот мы видим сейчас вот опасные броски в сторону воротки Ленинс. В данном случае победы Мангейма. Они набирают три очка и сравниваются с хотимин-клубом Лугана. Йокерит тоже будет нелегко в матче со швейцарцами. И напомню регламент, что при равенстве очков у двух команд учитывается победа в личной встрече. Если же у трех команд будет одинаковое количество набранных очков, то будет рассчитываться по результатам заброшенных пропущенных шайб. Так что, в любом случае, надо ее как минимум обыгрывать Лугана, а там как в картеле. Адлер Мангейм шайбой. Не получается бросок. Лавинин. Да, пока нет такого даже подобия штурма от Йокерита на последних минутах этого матча. Ну, прежде всего, это немцы очень грамотно играют. Немцы стараются как можно больше времени шайбу держать в зоне финнов и стараются ее там контролировать. Вот сейчас камера нам показала макет тренерского штаба Йокерита. Судя по тому, что там нарисовано, я так понимаю, сейчас мы и увидим вот этот финальный штурм, потому что стрелочки вперед. Да, как-то в известном лозунге. Ни шагу назад Йокериту нужно только идти вперед и обострять ситуацию около ворот Эндроса. Вот так вот Хеленеус уступает место шестому полевому игроку. И не случилось перехвата шестером Йокерит. За минуту 50 рискует главный тренер. РКВ Старло. И вот так вот удаление еще плюс у Адлер Мангейма. Хайл Уилсон за подножку. Отправляется на 2 минуты. Нарушил он правила против 93 номера финнов. Это Петер Регген. И вот сейчас, конечно, вновь тайм-аут. И все расписывается как же 6 на 4. Преимущество большое. Чей маркер будет счастливой? Посмотрим. Я так понимаю, опять же, что успел увидеть на макете Эрки Вестерлунда. Хотя не он сейчас проводил этот тайм-аут. Один защитник будет стоять на синей линии. И 3 игрока будут располагаться под воротами. Ну, понятное дело, что Филиппа Ларсена сейчас поставит на синюю линию. Наиграл он, по идее, сегодня на заброшенную шайбу. Может, с пятой попытки получится. И вот сейчас важное вбрасывание. Выигрывает его Йокерет. Ларсен. Алтанин Ларсен играет дальше. Не дает пока Ларсену бросать. Хотя пытаются его вывести на бросок. И шайба выходит из зоны. Но есть еще минута 15. С музыкальным сопровождением Финна разыгрывает лишнего. Ларсен легко вкатился в зону. Опять хорошо обороняется четверка Адлер Мангейма. 50 секунд у Йокерета на все про все. 6 на 4. Большое преимущество. Но пока бросков что-то маловато. Вот наброс на ворот Эндреса. Это вот первый наброс на ворота был, потому что в предыдущей атаке не получалось. И гол! Победный гол Адлер Мангейма в этом матче. Пустые ворота. Пятую шайбу они отправляют. Да, получается такая волевая победа у немцев. Если во вчерашнем матче все было с точностью да наоборот. После того, как немцы повели 3-0, они проиграли 3-6. То в этом матче, проигрывая в первом периоде 0-2, они еще до перерыва успели сравнять счет. И в итоге побеждают в сегодняшней встрече. Коспел там забрасывает пятую шайбу. Ну и посмотрим, ставит ли окончательную точку. Ну, может быть, еще последнее слово Йокерит не сказал. Но, в общем-то, какие-то мега чудеса должны произойти, чтобы этот матч спасти. И, в общем-то, мы можем, наверное, уже практически поздравлять немецкую команду с успехом. Хотя Йокерит продолжает атаковать. Наброс на ворота Эндрес перед собой! И шайба выброшена опять в шестером. Все та же картина 6 на 4. Бросок! Где там закопалась шайба? И вот пустые ворота уже лежал на льду тут Эндрес. Он попадает в гущу игроков, игрок Йокерита. Еще бросок по воротам. Там игрок Мангейма еще мы видим без клюшки. Последние секунды. Тот Якова, нет, не стал контрольным бросать. Все! Победа немецкой команды со счетом 5-3. Вот так вот. 8 шайба за два матча забрасывает Адлер. Мангейм пропускает в свои ворота еще больше 9. Но все равно одна победа и одно поражение. И вот поражение на старте этого кубка Шпенбера терпит финский Йокерит. Ну и, будем откровенны, сегодня, наверное, сами виноваты, что упустили этот, в общем-то, выигрышный матч по игре. 2-0 повели и явно снизили к себе требовательность, обороты. Хокисты команды Арки Вестерлунда и в итоге уступили. Да, достаточно неожиданный результат получился. И я бы сказал, что я с тобой полностью соглашусь, прежде всего, что Йокерит сами в этом виноваты. И второй клуб из континентальной хоккейной лиги начинает кубок Шпенбера с поражения. Напомню, что вчера автомобилист проиграл сборной Канаде. Ну, теперь у Йокерита один только путь. Это надо выигрывать у Лугана, который также показывает достаточно сильный хоккей. Причем выигрывать, я думаю, что постараться с хорошей разницей хотя бы в 2-3 шайбы. С хорошей разницей, да, чтобы окончательно обезопасить себя. И вот сейчас подводят итоги этого матча. И им лучших игроков награждает вот тут и Ярик Ури. Легенда финского хоккея. Да, про него достаточно большая статья была на сайте Кубка Шпенбера. Если кому интересно, можете зайти почитать. У него там большое интервью. И в котором он сказал, что для Йокерита очень приятно участвовать в этом турнире. И Йокерит приложит все усилия для того, чтобы выиграть на этом рождественском турнире. Ну вот Брэндон Козан лучший игрок в составе проигравшей сегодня команды в составе финского Йокерита. Ну а кто же Уады Роман Гейма? Двадцать седьмой номер. Райан Мак Мерчи. Автор дубля сегодня в ворота Рико Хелениоса. И мы поздравляем этого форварда и всю немецкую команду с этой победой. Большое спасибо, дорогие друзья, всем за внимание. Кирилл Корнилов, Олег Масалев вместе с вами наблюдали за ходом этого матча. Смотрите игры Кубка Шпенглера на наших каналах. Всего вам доброго, до новых встреч и любите хоккей. Всем пока.